Ребят, всем привет! Мы как обычно в гараже. Сегодня приготовим национальное дагестанское блюдо, это аварский хинкал. Для приготовления нам потребуется мясо, мы взяли говядину, можно использовать также баранину, ну свинину, сами понимаете, ни в коем случае. Немного картошки, сметана, кефир, мука, чайная ложка соды, пару луковиц, одна морковина, немного чеснока, зелень, мы будем использовать петрушку и укроп, один лавровый лист, соль, перец. Нехитрый набор ингредиентов, которые можно приобрести в каждом магазине. Приступим к приготовлению, начнем с того, что разожгем костер и поставим варить мясо. Нам нужен бульон и нужно отварить мясо, это займет самое долгое время, это займет больше всего времени, поэтому пойдем начнем с того, что поставим варить наше мясо. Разжигаем костер. Все, костер у нас разгорелся, ставим казан, открываем полностью заслонку, кладем мясо и наливаем бульон. Казан пока что еще холодный, закладываем целиком кусок, можно любую часть использовать, но чтобы там были косточки, ну и, естественно, баранина или говядина, это на ваш вкус. И заливаем водой. Пока что не добавляем ни соль, ни перец, ни лавровый лист. Как у нас закипит, хорошо прокипит, снимем пену, после этого сюда положим другие ингредиенты, потому что вместе с пеной мы все это выкинем, получается. Так побольше мясо будет вариться примерно часа полтора. Накрываем крышкой и ждем, пока закипит, будем снимать периодически пену. Наша задача сварить мясо. Но покажу еще нюанс, когда будем там перец закладывать, лук, морковку, все увидите. Закрываем крышкой и ждем. А такой казанный печь можно приобрести в МХО-шопе, ссылочка внизу в описании. Пока варится наше мясо, приготовим тесто. Для этого просеиваем килограмм муки. Обязательно просеиваем, чтобы придать пышность, воздушность, так сказать. Оставим немножко, грамм 50 на подсыпку, чтобы потом раскатывать тесто. Все, просеяли нашу муку. Теперь сделаем здесь, сначала добавим соду, чайная ложка соды на килограмм муки. Как разрыхлитель она работает. По солям. Соли тоже чайная ложка на килограмм муки. Ну или 1,72 жмей. Сделаем теперь углубление. Пол-литра кефира, но сначала я добавлю грамм 400. Посмотрю, какое будет получаться тесто. И если что, по мере необходимости еще буду добавлять. И замешиваем тесто. Аккуратненько, потихонечку, не спеша. Тесто должно получиться не совсем мягким, но и не совсем тугим. Такое вот, среднее. Вымешиваем тесто вот примерно до такого состояния. Оно уже отлипает от рук, но оно не совсем жесткое. Вот до такого состояния вымесили тесто. Комочек его. В миску. И накроем пленкой или пакетом. Оно должно постоять минут 30-40. За это время мы подготовим другие ингредиенты. Поставим на плитку кастрюльку. И отварим здесь картошку. Картошку крупного размера будем резать примерно вот на такие части. Какую-то крупную на 5-6 частей. Варится она будет минут 20, наверное. Так как она не крупная. Ну а пока варится картошка, бульон подходит тесто, мы приготовим соус для нашего хинкала. Для этого возьмем чеснок. Вот так вот. И порубим. Даже такой большой головки одной хватит. Вполне. Меленько-меленько. Можно пропустить через чеснокодавку. А можно просто мелко подавить его, порубить. Порубили чеснок. Убираем его в какую-то емкость, в которой у нас будет соус. Также порубим зелень. У нас немножко петрушки и укропа. Порубили меленько зелень. Также отправляем ее сюда к чесноку. Можно просто укроп добавлять. Можно петрушку, кинзу. Это кто как любит. Основной это, конечно, чеснок, сметана. А дальше добавляйте, делайте как вам угодно. Добавляем сюда сметану. Я взял 20-ти процентную. Можно на самом деле на ваш вкус выбирать. Посмотрим, сколько сюда влезет. Почти. Совсем много делать не будем. Добавляем вот так вот. Также добавим свежем молотого перца. Это тоже на ваше усмотрение. И все перемешаем. Соус должен настояться. Чеснок должен отдать вкус сметане. Перец также. Все должно там разойтись. И вот такой вот чудесный соус у нас будет, с которым мы потом будем потреблять наше блюдо. Бульон у нас вовсю кипит. Отправляем сюда целиком морковь. Это просто для вкуса нам надо. Лавровый лист. Пару луковиц и одну головку чеснока. Обязательно сейчас посолим бульон и перец горошком кинем сюда, так как пену мы уже сняли. И пускай он варится еще примерно часик точно. Как мясо будет готово, так и с ними. Прошло полтора часа, как варится наше мясо в общей сложности. Вытаскиваем его. Если вы дома, то весь бульон можно процедить. Так как мы в походных, так сказать, условиях оставляем бульон вариться дальше. Лук от моркови потом выкинем. Мясо накроем в фольгу, чтобы оно у нас оставалось теплым. Потом его разделаем. А сейчас займемся тестом и будем готовить сам химкал. Теперь займемся тестом. Сейчас его раскатаем. Припылим немного доску, на которой будем это делать. Берем наше тесто. Оно тоже постояло 40 или 50 минут. Это точно. Разделим его сразу. Наверное, на три части. И каждую часть раскатаем. О, уже с ним хорошо работать. Сначала делаем такой колобок. И сейчас скалкой немножко раскатаем. Толщина теста должна быть в районе сантиметра. Не надо делать слишком тонким его. Это все-таки химкал у нас, а не бешбармак. Так, блюдо все-таки разное. Ну и еще вот. Хотя, в принципе, я считаю, это уже нормально. Прямо чуть-чуть. Вот так вот достаточно. И теперь нарезаем на ромбике весь кусок теста. Вот примерно такого размера. Самые идеальные это приблизительно вот такие вот будут. Блюдо чем-то напоминает бешбармак, чем-то жижик-галнаш. Все это из одной серии, но готовится немножко по-разному. И везде есть как бы свои нюансы. Бульон у нас кипит. Заслонка на максимум. Подкинули дровишек. И отправляем сюда наш химкал. Будем варить. Сейчас посмотрим, как здесь будет. Я думаю, за два раза сварим. Примерно по шесть минут каждую партию. Чтобы они не слиплись. Все, вода у нас сильно закипела. Все перемешали, чтобы они друг от друга не слипались. Вот видно, что ничего не слиплось. Накрываем крышкой и засекаем минут шесть. Дошло шесть минут. Олег, кто там шумеет? Серега у нас сосед. Не дает работать нам никак. Смотрите, какие получились. Надулись огромные. Вытаскиваем их на блюдо и покажу, что с ними надо сделать. Это обязательно. Сняли первую партию галушек. И обязательно зубочисткой надо их проткнуть. Можно в нескольких местах. Чтобы они у нас сильно не сдулись. Выпустить воздух, так сказать. Это вообще обязательный процесс. Если бы он был необязательный, я бы не показывал. Этого бы не делал. Пока варится вторая партия наших галушек, так сказать. Дай мясо теплое, еще даже горячее. Разделаем мясо на порционные куски. Порежем, вырежем кость. Аромат очень вкусный. Говядинка, ребят, посмотрите сами, как выглядит. Вот на такие кусочки. Можно поменьше, побольше, кто как любит. Чтобы было удобно есть. Все, вытащили вторую партию. Также проткнули зубочисткой. Теперь немножко сервируем наше блюдо. Укладываем картошечку. Картошка еще тоже немного теплая. Мясо теплое. А сам хинкал даже горячее, я так скажу. Уложили картошку. Теперь в центр. Горячее все. Ставим соус. И укладываем мясо. Мясо в произвольном порядке. Можно резать кто как любит. Для красоты. Сделаем вот так. Блюдо мужское, поэтому мясо не жалеем. Ну и так, чтобы до галушек можно было добраться. Можно также сверху украсить зеленью какой-то. У нас петрушка, укроп есть. Можно не украшать. Это все на ваше усмотрение. Это уже идет просто оформление, так сказать. Ну все, блюдо готово. Будем дегустировать. Сейчас покажу, как естся это блюдо. Берется сам хинкал. Макается вот сюда в соус. С чесночком. Гру, еще это все запивается бульоном. Совсем про бульон забыл. Сейчас мы нальем по мисочке бульона. Вкусно очень. Ну и также мясо. Можно просто, а можно также макнуть в соус. Бомба, ребят. Ну как обычно, немножко не досолил. Не забывайте ставить лайки. Все ссылки внизу в описании. Всем пока. Приятного аппетита.